Так, начинаем. Коллеги, некоторые меня знают, некоторые меня не знают. Я многим известен как Ночной Косильщик на сайте городшахты.рф. Другим я известен в чатике Телеграм как OpenStreetMapper. Это такой классный ник. Удивительно, что я первый, кто до него додумался. Но вот, несмотря на такой ник, у меня, если открыть количество моих правок, у меня их будет очень мало. Сколько? Ну, я не помню, но меньше 500 даже. То есть, там что-то совсем ничтожное количество. Пачки у меня есть. Ну да, у меня каждая правка там глобальная, но тем не менее, все равно количество очень маленькое. И сегодня я буду говорить примерно в таком же темпе, как плотва от щуки удирает по самым верхам, потому что иначе у меня просто съедите, и мы затонем в деталях. Нет, не туда. Вот он слайд. Сегодня я расскажу про костотерапию. Это то, о чем я говорю уже не один месяц, даже не один год. У Сио Коста в 2015 году прозвучала такая цедата, кстати, я переводил в ШТОСМИ, о том, что фактически ОСМ можно развивать не только рисуя домики и наблюдая, как прирастает база. ОСМ это глобальный проект, и развивать его можно миллионами разных способов. Сам Стив Кост, он постоянно говорит о том, чтобы хорошо наполнить, наконец-таки, адресную базу. Как у нас все было там в адресах. Но для этого он предлагает радикальные средства, то есть перестать просто рендерить все, чего нет адресов. Это такой класс-радикальный способ, то есть люди сразу получат стимул для того, что заполнять. Но с другой стороны, это породит другие проблемы, потому что в разных регионах адресация идет по-разному. То есть в России, если задуматься, адресуются в основном не дома, а участки. И может быть участок, у которого ни одного строения нет, но адрес все равно у него присутствует. Вообще, если разобраться, то самый лучший способ исправить ОСМ, это просто собрать, поднять один большой сервер, скопировать на него все базы, которые есть, и взорвать. Потому что одна из больших проблем как раз ОСМ, это то, что он не испытывал никаких больших сильных катастроф, больших сильных передряг. И он постепенно развивается, и ошибки молодости, они тянутся из поколения в поколение. И их невозможно фактически никак исправить. Фотошоп был, в частности. Нет, это документальная съемка. Тренировочный. И я решил рассказать, как говорил Стив Кост, как я принимаю участие в проекте OpenStreetMap, но не затрагивая тему картографирования как таковую. Что такое? Чтобы это как-то структурно рассказать, надо вообще понять, что такое OpenStreetMap, как вообще любой картографический проект. Это раньше была вот карта и все. Сейчас такого понятия, как карта, ну, фактически не осталось. Это такое более устаревшее понятие. Сейчас карта, это фактически синтез с одной стороны картографического стиля, с другой стороны геоданных. Вокруг всего этого находится софт, и вокруг этого всего находится сообщество. А вокруг сообщества еще находится космос других сторонних проектов, в которых может принимать участие OpenStreetMap. И вот я хочу вам рассказать о том, как я участвую в разных из этих элементов, и что из этого происходит. Ну, собственно, сама карта, как я говорил, это достаточно мифическое такое понятие. Когда мы можем использовать непосредственно саму карту? Ну, фактически в банальных случаях, когда мы просто смотрим куда-то, как пройти, или пытаемся на карте что-то нарисовать. Но даже в этом случае, фактически, у нас идет взаимодействие с какой-то внешней инфраструктурой, как лифлет, кугис в данном случае, или как блендер, например, когда мы делаем какие-то трехмерные изображения на основе. То есть работа с картой как таковой, она достаточно условна. Другое дело, это нечеткое тегирование. Ну, я не мог не рассказать о нечетком тегировании. Вообще, я считаю, моя самая главная заслуга в OpenStreetMap, это появление, не появление, вернее, а популяризация стикера вот этого, нечеткое тегирование. То есть он появляется стабильно раз в неделю, я смотрю, я доволен. Но я все равно повторяю, буду повторять, что это очень простой, элементарный способ привнести на, ну, не на карту, а в базу данных, такую информацию, которую другим способом нельзя привнести. То есть если мы посмотрим, например, на вот на эту дорогу, то есть это дорога или это водоем? Или посмотрим на противопожарную полосу, которую тоже, как ее затегировать? Фактически, современная схема тегирования OpenStreetMap, она распределяется согласно гиперболическим кривым. Они в разных отраслях науки имеют разные названия, но поскольку я больше работаю с ботаникой, с биологией, и в биологии они называются кривые Виллиса. Это такая штука, когда у вас там один род содержит в себе там тысячу видов, два рода содержат в себе там по 300 видов, и еще там тысячу родов, которые содержат в себе один по два вида. То же самое абсолютно с тегами ОСМ. Относительно небольшое количество тегов, которые распространены повсюду, и огромное количество тегов, которые встречаются один-два раза на планете, ну может чуть побольше, чуть поменьше, но этот хвост тянется бесконечно. И фактически это не проблема ОСМ, это не проблема там ботаника, всем говорим, или какого-то другое, это математическая проблема. Это просто попытка использовать булевую логику для оценки нечетких множеств. Мы не можем нечеткое множество разделить на равные классы. У нас всегда получится либо слишком грубая классификация, либо классификация у нас будет подробная, но в этой подробной классификации элементов будет содержаться относительно небольшое количество, один-два. Но сейчас я скажу то, что не говорил никогда. На самом деле, я постоянно говорю про нечеткие теги, но нечетких тегов как таковых не существует. Нечеткого тегирования не существует. Более того, это просто такая подача, такое изложение, чтобы было более понятно доносить эту мысль. Почему нечетких тегов не существует? Да потому что не существует вообще... О чем основные нечеткие теги? О том, что мы каждому тегу присваиваем какое-то значение, которое характеризует, насколько оно истинно. То есть вот это дорога и вода. То есть это на 0,5 дорога, на 0,5 вода. Так вот, не существует 0,5. Не существует количественного измерения, потому что количественное измерение, это есть только более формализованное качественное. Мы можем сказать мало, средне, больше. Можем сказать более детальную классификацию. А можем просто по цифрам все разделить. Можно приводить, например, у Лейбега, можно приводить Жордана, умножить за это, мы уйдем в георгии математики, неважно. Но суть именно в том, что мы не... Нет нечеткого тегирования как такового. Есть просто наша адаптация к очень нашей локальной производственной проблеме. И вот один из тех примеров, которые я приводил еще года два назад из Оксайской картографической экспедиции. Вот, например, это плиты, которые в реке Оксай свалены. Как их затегировать? Выдумывать новый тег? И сколько их будет на планете? Билдингами затегировать. Ну, да, но что такое билдинг? Почему это не свалка? Вы видите, сколько мнений, да? Я подумал, что это причал. Или вот эта странная лестница, которая тоже, можно сказать, почему это не свалка. Прекрасно, да, да. Которая она... То есть, вот здесь вот тропинка, она обрывается через 4 метра. То есть... Ну, зимой там же вылезать, можно ходить. Ну, в принципе, да. Или боновые заграждения. Это уже более популярная вещь, но все равно. Это есть классификация. Это есть классификация, но... Ну, ладно, хорошо, это можно удалить. В общем, как я давно писал, иногда... OpenStreetPep это свободный проект, но иногда нужен собраться и устроить такую тотальную диктатуру. Пускай на небольшой момент, пускай на... Реакционная структура. Ну, насчет реакционной тут... В общем, это все дискутируемо. Главная проблема, что надо просто взять и делать. Это что касается работы с геоданными. Что касается второго момента, именно картостиля. Я создавал разные картостили, особенно мне нравится, когда картостиль Яндекс на данных ОСМ, это самая моя любимая забава. Абсолютное воровство полное. И вот этот нарисованный красками, гуашью. Создавал разные картостили, и в коммерческих, и в некоммерческих проектах. И всегда, когда начинаешь общаться с людьми, которые картостилями не занимаются, всегда сталкиваешься с мнением, что картостиль это там картинки, цвета, ширина, пикселы. Так вот это бред. Абсолютно. Картостиль ничего общего не имеет с цветами. Цвета и прочее, это все. 25-й, там, какой будет лес, темно-зеленый или светло-зеленый, это там 30-й вообще вопрос. Картостиль это инструмент для решения определенной задачи. При разработке картостилей есть проблемы, которые очень просто решаются, и я до сих пор не понимаю, почему. Например, очень убогое количество шрифтов, которые всегда используются на карту. Ну как убого, один. Хотя всегда картография ставилась тем, что разнообразие шрифтов и в отечественной, и в зарубежной картографии было большим. И это проблема, которая решается просто на раз-два. Даже с теми шрифтами, которые есть. На любой карте всегда шрифт без засечек, стандарт. Почему, как, то есть это решается просто. Но это простой вопрос. А есть вопрос более сложный. Вот так вот выглядит карта. И вы когда, ну не карта, вернее, а такой прообраз, он специально обесцвечен, специально простой, чтобы был понятен дальнейший пример. Вы что-то нарисовали, показали, вернее, сами посмотрели, закрыли, в голове у вас вот такой вот остается. Когда люди разрабатывают карта стиль, они обычно, ну или заказываются чаще карта стиля, они обычно думают, чтобы главное сделать такой, чтобы все было понятно. Чтобы я открыл и все понял сразу. И все понял. Это правильно, это само собой разумеется. Но совершенно никто не забывает о том, что когда ты ее закроешь, ты еще должен не забыть, что там находится. Например, вот самый простой пример. Нам надо пройти там от улицы Шевченко по Карла Маркса, перейти к Пушкино и дойти до улицы Клименко. Вы на карту посмотрели, ага, закрыли карту, что у вас в голове? Именно это стало причиной, почему так именно развились путевые навигаторы. Там фактически нет карты, там просто линия, которая поворачивается в разные стороны. Это когнитивные карты. Здесь я перехожу в область психологии. Прошу меня простить, я не психолог, но по воле необходимости мне пришлось с этим связаться. Когнитивные карты – это такое понятие психологии, которое обозначает умение человека воспроизводить ситуацию. Если ее нарисовать на бумажке, там не будет севера, юга, востока, запада. Вы входите в подъезд, как бы зашли в подъезд, повернули налево, а когда вы ходите, вы поворачиваете направо. То есть на карте это все будет как бы единой линией находиться. И это та особенность, которую нужно помнить, когда продумываешь карта стиль внутри. Как это будет учить? Не как он будет на него смотреть, а что у него будет в голове, для чего ему нужен тот или иной элемент, и как он это сможет использовать. И здесь мы переходим к тому, о чем я иногда рассказываю, но я не рассказываю, гешталь картография. Отчасти юмор, отчасти действительно серьезная вещь. Дело в том, что карта стиль – это такая субстанция, которую нельзя подправить в одном месте, и сразу станет все хорошо. Нельзя сделать классные дороги, сделать красную заливку растительности, отличные водоемы, вот такое шрифтовое оформление, придумать классные иконки, все наложить, и получится... ничего не получится, получится бред. потому что карта стиль – это гештальт, или более, если кто-то более к физике склонен, то это эмергентная система. То есть, общий карта стиль, он не равен сумме его частей. И поэтому, когда вы смотрите на карту, и вам понимаете, что дороги, вот здесь важны дороги, но они отображаются плохо. Если вы исправите дороги, у вас справляется весь карта стиль целиком. Единственный способ нормально развивать – это только итеративно, шаг за шагом, улучшать, понимая, что человек на карте всегда выделяет определенные образы. То есть, вот здесь вот мы всегда, вот эти полоски, мы видим полосу белую, полосу черную, белую, черную. Хотя, что нам мешает видеть их по вертикали? Казалось бы, но все равно виден так же. И здесь можно вспомнить и классические исследования, и новые, там самое, самое банальное, что должен знать картограф, то есть, без этого человек вообще не может заниматься этим. Это хотя бы знать законы Фехнера и законы Стивенса. Ну, фактически, это один закон, просто более развитый, который гласит о том, что величина раздражения прямо пропорциональна логарифму раздражителя. Грубо говоря, когда у вас одна лампочка светит, если прибавить вторую, то вы почувствуете очень сильное улучшение. А если у вас светит 20 лампочек, а вы добавите еще одну, то изменений вы практически не почувствуете. То же и на карте, то же самое с картостилем абсолютно. И еще один динаспект, который, кстати, вот эти два дядьки, они как раз основатели понятия гештальта, к сожалению, не развили по понятным причинам эту теорию. Второй момент, который существует в гештальте, это выделение образа и фона. Образ и фон это такие элементы, которые, с одной стороны, первое позволяет нам его увидеть, то есть концентрироваться и получить конкретную количественную, условно-количественную информацию точную. А фон это то, что... Фон это фон. В общем, фон это то, что создает внешний антураж и подчеркивает конкретный объект. вот в картостилях для того, чтобы человек запоминал, как это все происходит, чтобы у него отлагалась память, нужно понимать, что картостиль это всегда решение какой-то задачи. И всегда нужно сопоставлять, то есть не важно, какие цвета, какие картинки вы рисуете, важно, какой у вас гештальт формируется. Вот смотрите, вот это город Шахты, это район, там поселок 20 лет РГК. И справа гугла карты, причем гугла, потому что в ОСМе тогда там еще не было ничего. А может было, неважно. Если посмотреть, то карта кажется просторной. Там как будто танковая колонна может ездить между этими домиками. И человек, когда смотрит на эту карту, он представляет себе вот что-то типа вот правого рисунка. Это попало-альто американское. Но на самом деле там левый рисунок. И если мы начинаем анализировать, что именно, что создает эту закрытость. Эту закрытость создают эти заборы. И нам обязательно надо их показать на карте. Это не из цели красоты, не из цели эстетики. Это как раз таки из цели того, чтобы человек видел, воспринимал и соотносил то, что он увидит на местности, те задачи, которые ему предстоит решить, с тем, что он видит на карте. И выделение, как раз обращаясь к выделению фона и выделению основных объектов. Понятное дело, если вам на карте надо показать грузоподъемность мостов, то вы должны показать грузоподъемность мостов. Проедет там КАМАЗ или не проедет. И ничего тут выдумывать не надо. Но если вы показываете карту грузоподъемности мостов, а там рядом еще у вас какие-то контуры растительности, например, то, внимание, вопрос, почему вы к второстепенным вещам на карте относитесь точно так же, как и к первостепенным? Почему вы всегда выделяете их четкими контурами? Почему вы показываете, что здесь одно именно с такой фигулькой переходит в другое? Это кому-нибудь надо? Это никому не надо. Человек посмотрел, вот у него есть главная информация. Ему нужен фон. Грубо говоря, там более лесная, менее лесная территория. И это как раз отсылка именно к нечетким картам. То есть, если я говорил о нечетких тегах, то сейчас я расскажу про нечеткую карту. Ну, обычно, когда начинаешь говорить про нечеткую карту, все обычно представляют какую-нибудь там карту в деревне в Архангельской области и думают, что она выглядит как-нибудь вот так. На самом деле нечеткая карта, кроме того, как я ее называю, она выглядит примерно... Семьяниев такая? Ну, нет, не совсем. Это такая фантазия. На самом деле нечеткая карта, как я ее себе представляю, она выглядит вот так. Это карта растительности, точнее, карта лесов юго-запада Ленинградской области. Здесь что сделано? Это полевые данные, там сто точек заложено, проведены описания на них и фактически создано пять растров. Там четыре преобладающих породы, которые рассматривались. И создано пять растров. Первые четыре растров по преобладающим породам, то есть елка, сосна, береза и осина. Цвета такие же, как на листоксационных картах. То есть, кто не знает, там рыжая сосна, фиолетовая елка, зеленая осина, синий береза. И последний растр сделан по полноте. Чем больше преобладает та или иная порода, тем этот цвет выделяется сильнее. Ну, если физически как это представить, тем прозрачности его меньше. То есть, если там елки совсем нету, то просто этот слой будет прозрачным в этом месте. И вот так вот четыре слоя по деревьям накладываются друг на друга, и сверху накладывается еще слой по запасу. Для чего это надо? Чтобы мы могли отличить, ну, например, вот эту область вот этих сосняков от области вот этих сосняков. И то, и то сосняки, но здесь редкие заболоченные, где три дерева убоких стоят, а здесь нормальные кисличные высокие леса. И здесь мы как раз видим, как леса плавно переходят из одного состояния в другое. Сразу возникает у всех вопрос, а я же не могу понять, вот я, например, окажусь вот в этой точке. Вот смотрю, на эту точку на карту. Я по карте не понимаю, что здесь, елка или сосна. Так вы и на местности не поймете. Вот в чем самая основная проблема. Когда мы говорим, что карта всегда должна быть четкой, карта должна быть точной, мы противоречим друг другу. Да, мы противоречим друг другу. Вопрос про эту карту. Сигаш, что эту карту можно вообще прочитать, только потому, что у тебя сто замеров на половину приигранской области. А если бы здесь было две тысячи замеров, то ну, гушанинные стены понятно? На самом деле нет. Припил бы? Ну, чаще. Если мы посыпались на вопрос из-за спортивных, вы смотрите, какое количество карты стилей на геосистему мне необходимо, поясню. Например, я имею типичную картографическую помощь, подключая мой ОСМ, Яндекс, Гугл, и так далее, и тому подобное. И сделала какое-то количество информационных слоев. например, дороги, мосты, там, лес по сапам, понимаешь, что делать? Выключаю слой дороги. И ничего у меня на карте не изменилось. Почему? Да потому что они в картографической подложке уже отрисованы. Ну, то есть, тогда, если я дорожка, работаю с дорогой, то мне нужна картографическая основа, на которой дороги не отрисованы. Потому что дороги это мой инструмент, и я в любви себя работаю с ним. Например, сколько тогда графических слоев и подложек мне нужно нанести на свою геоподоснову? Одну. А может быть миллион. Это все зависит. Я могу не с дорогами, а конкретный пример привести с трубопроводами. Организация, которая занимается проектированием, прокладкой трубопроводов, и у них рабочие выезжают, им надо контролировать, проверять, делать какие-то замеры. Им нужен был картостиль, тоже на основе данных ОСН, но на который сверху они кладут свои трубопроводы, и нужно было сделать это так, чтобы он был удобен, потому что картостиль, он в городе еще... меня сейчас закидает камня, и все говорят, что мапник стандартный стиль это самый отвратительный стиль, который только может быть. Но он и должен быть таким, он хорош только тогда, когда он самый плохой. А кто против картостиль? кто знает. Но для какой-то там загородной местности это вообще беда. Там и с данными беда, и с отрисовкой тоже беда. Вот. И им нужно было создать как раз картостиль такой, чтобы их рабочий ехал, видел, что происходит и мог ориентироваться. И здесь нужно было что сделать в первую очередь? Понять, что человеку вообще нужно. Вот какие-нибудь там прачечные или цветочные магазины где-нибудь в поселке ему нужны, а не не нужны. То есть надо отобрать данные, которые вообще хотя бы будут какой-то интерес представлять. Эти данные проранжировать, дальше посмотреть, как это дерево решений, когда, каким данным он может обращаться. И только после того, как будет понятна структура, что вот у нас есть, грубо говоря, вот этот, ну не слой, слой тут не очень корректно будет сказать, но, грубо говоря, вот этот пласт данных, который у нас идет в первую очередь, и к нему обращаются всегда, это постоянно. Здесь есть пласты, которые, допустим, обращаются редко, но они очень важны, например, какие-нибудь аптеки, больницы и прочие, потому что работа там поливает, факторы, которые можно снивелировать и оставить их в качестве фона. И только после того, как эта структура понятна, уже этому всему можно придавать свет, можно уже это разукрашивать, можно там подбирать дороги, но это просто когда на скелет мы уже потихоньку его отвлекаем мясо. Классически мы строим три иерархи. Первое, это иерархия потребности, второе, мы на основе иерархии потребности и иерархии объекта строим, и потом уже на иерархии объекта мы, что-то типа этого. Только там не три, конечно, там больше, но суть перворода такая. Я продолжу, потому что если я сейчас не продолжу, то я забуду, о чем говорил. Опять же, продолжение, опять же, листоксационные карты это стандартная листоксационная карта, это уже построено как раз по нечеткому принципу. То есть, можно выделять не просто участки, которые там либо сосняк, либо ельник, а выделять участки, которые там ближе к одному типу или ближе к другому типу. Это что касается картостилей. Но в картостилях есть еще одна такая замечательная вещь, это последовательность фибоначи. Дело в том, что, как я говорил, картостиль это картостиль это гештальт, картостиль это эмергентная структура, и как любая эмергентная структура, он обладает интересным свойством. Когда вы берете один элемент и берете второй элемент, когда вы рассматриваете их по отдельности, это у вас два разных элемента, когда вы рассматриваете их вместе, они вместе образуют третий, единый элемент. И если к нему добавлять точно так же, еще он взаимодействует со всеми остальными, порождает целый каскад других оттенков восприятия, который фактически бесконечен. Понятно, что чем дальше, тем они меньше уже влияют на человека, но распределяются они именно по последовательности Фибоначчи. И еще один момент, часто спрашивают, как оценить, улучшаем мы картостиль или ухудшаем. Это часто делают субъективно, как нот вроде покрасивший стал, или вот не покрасивший. Как подойти к этому математически? Но смотрите, если мы возьмем объем базы геоданных и возьмем наше восприятие картостиля, которое можно оценить либо тестами, либо какими-то другими методами. Все равно это работа с человеком, поэтому никуда от этого существа не деться. Если мы нашу базу геоданных увеличиваем, но при этом у нас восприятие нашего картостиля не ухудшается, значит у нас отличный картостиль, значит все в порядке. И наоборот, соответственно. Если мы уменьшаем, а восприятие ухудшается, значит с картостилем что-то не так. То есть понять о том, улучшаем мы картостиль или ухудшаем, можно как раз таки на основе соотношения объема динамики базы геоданных и восприятия этого картостиля. Если мы возьмем производную, которая как известно есть предел превращения и так далее, то мы получим интересное явление как первое производное по дизайну картостиля. Что выразумевает увеличение объема базы геоданных? Например, в районе построенной базы не увеличивает объем картостиля? Нет. Здесь количество объектов. слоев, количество объектов, конечно. Тут главный вопрос восприятие как измеряется? А здесь я могу очень порекомендовать профессора Петухова с его многотомным трактатом о психологическом восприятии, а также труды Фехнера, Снивенса и всех последователей, включая Кавко и включая и так далее. То есть изобилисты с камерой смотрят Да, это уже методы, в которых честно говоря тут больше тут надо спрашивать уже психолога, который должен более конкретно говорить. Потому что количество может быть у вас есть заказчик гекарнат, он говорит, я хочу серию карты, я хочу, чтобы все были белые, а все марки синие и красные. Это реальный заказ. Ну, это очень странное ТЗ, потому что когда заказчик говорит, что я хочу что-то белое, я хочу что-то красное, то лучше с этим заказчиком не работать. А что делать? Искать других заказчиков, потому что жизнь вас можете по всем телеканалам увидеть. Просто жизнь показала, что когда люди говорят, что вот я хочу здесь, чтобы было синее, здесь было красное, здесь было зеленое, то вы это технически сделать можете, но когда вы принесете, он скажет, мне не нравится. Потому что вы просто делаете раскраску, вы не решаете никакую проблему, вы просто рисуете. Это не создание картостиля как таковое. Другое дело. Пример, можете объяснить, как это работает? Вы говорите, привет, говорили, что карты для каких-то рабочих. Что им нужно? Вы говорите, что они знают, где они говорят. Кто решил, что им нужно знать? Делаете следование? Да, да, конечно. То есть, конечно. Рассказывать по методам, скажи, очень интересно. Это уже рассказывает заказчик, то есть, прежде чем приступить к работе, надо понять, что он делает. А есть заказчик, или все-таки те, кто будет пользоваться? Это тот и есть. Заказчик, это он и есть. Заказчик рабочий? Да, да. Ну, их же, собственно, то есть, это не какая-то сторонняя организация, которая делала это для кого-то. Можно вопрос? Да, конечно. Вы как-то отличаете рабостей от тематической карты? Это понятия из разных спектров вообще. Одно про зеленые, а второе про апельсины. Это все относится к картам? Ну, да, это все относится к картам. просто вот те как-то это тематическая карта. Да, да. Классическая карта. Да. Ну, тематическую карту, тематическую карту тоже можно делать разными картостилем. Ну, просто можно делать разными цветами, да? Можно штриховками делать. Можно делать, можно делать штриховками. Пожалуйста, можно сказать еще третье что такое картостиль. А, интересно. Картостиль это набор правил для выражения и объекта. Это очень то, что напрашивается в первую очередь. И всегда существует подозрение, что как только вот это наверное самое главное. Я обычно начинаю что это какой-то инструмент. там на втором слайде пересекающиеся области где в середине карты. Всегда это картостиль? Нет, скажите в данном случае картостиль это наверное один из инструментов для создания тематических карт. Вот так инструмент. А то есть я снова это тематическое карто? Снова просто показывали это тематическое карто? Вот соответственно пробили и а это достаточно условно. А назовите мне не тематическую карту? Общегеографическая карта? Почему? Это тема? так надо закрывать. Здесь вообще у меня должен был слайд с медвежьими какашками но я его убрал. Мне сказали что москвичи все снобы поэтому я решил не показывать. А это что касается уже внешней ополочки всего этого проекта OpenStreetMap это софта. Но я поскольку не программист что-то могу где-то написать но программистом себя не считаю ни в коем случае. поэтому все что где-то я в этой сфере делаю оно достаточно тривиально банально из-за того что действительно о чем имело бы смысл сказать это совместная с Энрико Ферегути разработка правда уже плагин для кубиса когда у вас есть одна фотография вторая фотография известны координаты точек с которых эти фотографии сделаны и на обоих этих фотографиях есть один и тот же координаты той точки с которой вернее координаты той точки которой которая пересекается на обоих снимках то есть это достаточно тривальное понятие вот я сделал это там попрактиковал написал общую теорию и Дрико написал уже программную реализацию я правда потом попробовал сделать это не для в том случае использовались данные Google что естественно там лицензионно никак нельзя использовать ни в коем случае я попробовал это использовать для фотографий то есть точно так же привязывать но это все-таки осталось как бы больше на области идей и больше на области такой фантастики и еще тоже такой момент в плане софта который я все хочу реализовать и даже потихоньку начинаю иногда открываю посмотрю и закрываю это как раз таки нет не тайл милл к сожалению я не да даже в последнем дистрибутиве он к сожалению уже не присутствует это печальная утрата но если не карта css то мап css приходится править достаточно часто и это адский ад потому что фактически там 80% работы это вот одно и то же копировать сайт копировать сайт потому что там все правила они стандартные и просто их расписать составить такую табличку где можно было бы просто забивать конкретные правила а она уже формировала бы стиль автоматом то есть теория простая реализация тоже достаточно простая просто надо чтобы до нее когда-нибудь дошли руки ну и это что касается самого верхнего участка это сообщество мы в Питере тоже организуем периодические встречи они не такие большие и практика показала что здесь вообще вместо этого картинки должен быть второй рисунок тоталитарного вождя но я подумал что в одной презентации их будет слишком много что людей собрать достаточно сложно то есть вот есть схемотехника в Москве есть без названия какая-то встреча иногда там встреча Гислаб но фактически там такой между собой в Питере который так потихоньку динамически угасает но я надеюсь что в 2018 году мы все-таки это дело исправим а вот справа фотка это с какого года какая именно это разные фотки по-другому да-да-да это все 16, 17, 18 год разные фотографии вот это Петербург в других городах там все совсем печальнее там в других городах вытянуть больше больше пяти человек это счастье хотя даже пять человек это я преувеличил на самом деле все не то чтобы не хотели приходить все когда начинаешь говорить все да это классно но не приходят и почему-то все всегда очень боятся очень боятся выступать очень боятся делать доклады очень боятся что что-то то что они скажут никому не понравится и как-то все это очень медленно происходит очень вяло Поэтому единственный способ это как-то организовать, это так же, как делает Илья. Выпить для храбрости. Можно, конечно, и так, но на самом деле это просто объявить и сказать, что, ребята, это будет вот так-то, и делать это просто периодично. Это единственный способ, с которым можно как-то с этим справляться. Ну и, наверное, самое последнее, это внешние всякие выходы OpenStreetMap на разные сферы. И самая моя любимая, это экспедиция, поскольку все-таки более полевой работник, нежели камеральный. Ты бы рассказал про экспедиции как-то? Ну, там достаточно специфичные темы поднимаются. Поэтому я очень не знаю, как совместить картографический, технический вопрос с биологическим. И так, чтобы это было всем интересно. Я имел в виду, ну, в мире как же много всего происходит там, пока... Происходит много всего. Когда берешься, пока... А в каждой поездке, вот, я каждый раз разочаровываюсь картами OpenStreetMap. Это всегда, это полное разочарование. Потому что в городе смотришь, в городе все отлично. Стоит отъехать за город, ты открываешь, там ничего нет. Вообще ничего. То есть там пустота. А у меня всего 500 правок. А у меня всего 500 правок, да. А вот здесь, например, я долго думал, что это вообще такое. Это как? Как это происходит? А вот так, 500 правок, что ж ты хотел? Ну, вот так. Я всегда думал, я представлял себе, что это как в Европе такой канал, а над ним еще один мост, по которому течет канал. Ну, дурак просто. Если я приехал, там просто шлюз, плотина и куча арматуры вот так со всех сторон торчит. Ну, значит, все правильно нарисовать. Ну, нарисовано правильно, конечно. Но я это рисовал уже после того, как туда пробовал. Нарисовал. Интересный момент. Совершенно случайно оказалось, что и Кугис, и Вифлет, и Джосм, и там разная софтина, которая предназначена фактически для определенной цели, очень хорошо иногда пригождается в совершенно других вещах. Вот здесь, например, это использование Кугиса для измерения кернов. Эти керны, керн-древесины, то есть как геологи забуриваются в литосферу, так же мы забуриваемся в дерево, вытаскиваем керн, годовые кольца считаем, но они мелкие, то есть их надо хорошо увеличить. То есть сначала отшлифовать, потом отсканировать, а потом же считать. И через Вифлет это так же классно визуализируется. И иногда сталкиваешься с тем, что тот же Джос можно применять для каких-то там совершенно необычных целей, он классно вообще работает. Собственно, эти керны мы по чистке экспедиции в прошлом году собрали, проплыли, хотели проплыть 400 километров, потом оказалось, что со всеми извилинами мы проплыли там больше 500, отобрали там 32 пробы, и все это посвящено проблеме усыхания дона. Донская водная система, она последние несколько, не несколько, а почти десятилетия усыхает очень сильно. И постоянно все говорят, что это глобальное потепление. Но смотришь графики погоды, ничего такого сильного не происходит. И кто более-менее глубже проникает, говорит, что мы толком не знаем, почему так. То есть это понятно, что это какой-то комплекс причин, это не одна какая-то, в которой все можно объяснить, но комплекс. И естественно, изучать причины, почему, как, это слишком круто, но просто посмотреть, а есть ли какая-то связь между обмерением водной донской системы и величиной прироста годичных деревьев, а если она есть, то значит мы по величине прироста можем судить обводненности этой территории в различные годы. А эта информация нам важна, потому что гидропостов нет, их раньше было немного, а там с развалом Советского Союза их вообще почти не осталось. Соответственно, мы по этой информации можем судить, где, как изменялась гидрология реки и уже делать какие-то уже более практические выводы. Но это, конечно, не делать какие-то конечные заключения пока совсем рано, и это, там, пре-пре-пре каких-то выводов. Но тем не менее мы проплыли, поучаствовали. Вот по этой карте плыли большую часть маршрута. Хорошо у нас с собой там все, что надо было. У нас просто половина техники сгорела на четвертый день в пожаре. Эта река, по которой мы плыли, на большем участке она вот выглядит вот так. То есть в день пройти там 5 километров, проплыть, это вообще шикарно. Это отлично, потому что плыть приходится вот так. То есть он не на земле стоит, а человек, он там еще метра 4-5 воды с течением. Это слабоумие и геройство. И отвага. А вот этот сам бурав, который уже вворачивается дерево, и которым извлекается керм. Это тополь, он внутри гнилой, где-то сверху дупло, набилось воды, и когда пробуриваешь его, просто тебя потоком воды окатывает. А вот это, как я считаю, одна из возможных... Можете отдельно сделать доклад? Я отдельно сейчас цикл статей по этому пишу. И это как раз одна из возможных причин происхождения этого всего. Дело в том, что на Ростовской, Волгоградской области очень сильно сократился выпуск скота, очень сильно. А выпас скота, все эти скоты, они пока ходят на водопой, пока они пасутся, они очень сильно вытаптывали пойму, и фактически пойма была пустой. Сейчас, когда этот выпас прекратился, пойма начинается растать, течение замедляется, замедляется течение, температура высокая, начинается увеличиваться испарение, повышается количество органики, повышается... Очень большая смыль. Да-да-да, и это система с положительной динамикой, и в итоге все это мелее. То есть все мелкие ручьи, они как раз-таки превращаются в заросшие тростником и рогозом такие водоемы. Ну и это, наверное, последнее, о чем я хотел сказать. Можно развивать OpenStreetMap, как говорил Стив Кост, не только рисуя домики и дорожки, и разные другие классные элементы. Это тоже классно, это тоже супер. Но это не значит, что это единственное направление. Просто почему-то все смотрят только в одну сторону. Собственно, у меня все. У нас в Косте есть публикация? Ну, то, что на сайте у меня есть, то да. Да. Ну, я бы не хотел его тут показывать. Да, городшахты.рф. В одно слово, да? Да, в одно слово. По ручке написали. Что означает квадратики? А это, чтобы когда я переключал, я знал, что у меня сейчас следующая тема пойдет. Я думаю, вопросов есть и нет. Ну, я думаю, что это все нормально. Почему?